Виниры. Сейчас всех интересует эта тема. Кто-то уже поставил виниры, кто-то собирается их ставить, кого-то отговаривают их ставить. Мы, конечно же, в клинике тоже устанавливаем виниры. У вас всегда очень много вопросов. И сегодня я решил, что эти вопросы я адресую эксперту по винирам нашей клиники. Зовут его Тимур. Тимур, привет! Как дела? Супер! Скажи, пожалуйста, а какой самый частый вопрос тебе задают по винирам? Самый частый вопрос, нужно ли обтачивать зубы от виниры. Давай с него и начнем. Да, обточка необходима. И мы должны создать место для керамики. И, как правило, это происходит в пределах 0,4-0,6 мм. При этом все делается под местной анестезией и абсолютно безболезненно. Если вы видите предложение от докторов о том, что они вам оттянут виниры без обточки, то, скорее всего, это хитрость. То есть, обточка необходима и минимальная, но зубки винир должен упираться в подготовленное для него место. Если этого места не будет, то будет проблема с десной, гигиеной и так далее. У нас стоимость в клинике Ортолайка начинается от 55 тысяч за единицу керамики и доходит до 78 тысяч. Такая разница связана с тем, что используются разные технологии изготовления виниров. 55 тысяч – это базовая стоимость. И если пациент хочет авторскую работу с более повышенной эстетикой, то мы предлагаем пациенту виниры, которые стоят дороже. В среднем цена для пациента составляет около 1 миллиона 200 тысяч рублей. А какое количество зубов и какие именно это зубы, мы расскажем вам чуть позже, поэтому досмотрите это видео до конца. Часто пациенты задают вопрос, можно ли поменять виниры и как это происходит. Если вы тоже задавались этим вопросом, поставьте лайк. Да, виниры поменять можно, это делается под микроскопом с использованием специального лазера. Процедура достаточно энергозатратная для доктора, но при этом безболезная для пациента. Да, если вы однажды поставили виниры, то вы без виниров уже ходить не сможете. Зубы будут подготовлены и виниры и зубы станут одним целым. И при правильном должном уходе вы не заметите отличий со стороны комфорта. Для того, чтобы поменять виниры, необходимо очень аккуратно их распилить, при этом не затронув ткани зуба. Поэтому мы производим эту манипуляцию под микроскопом, для того, чтобы увидеть переход керамики в свои ткани, чтобы не повредить случайным образом эмаль зуба. Срок службы виниров составляет от 15 до 20 лет. И после этого виниры необходимо будет поменять. Либо поменять клеевой слой между виниром и зубом. В случае, если мы видим неудовлетворительную эстетику, плохую гигиену, отечную десну или обилие налета рядом с винирами, это говорит нам о том, что работа выполнена некачественно, и мы предлагаем ее пациенту поменять. А теперь, как и обещал, на какие зубы и в каком количестве изготавливаются виниры. Как правило, это 20 зубов, это зона улыбки от пятого до пятого зуба. Но все же бывают исключения, когда и шестые зубы, то есть маляры, входят в зону улыбки, и мы предлагаем пациенту взять их под конструкцию также. Но не надо забывать про поддержку боковых зубов. Эти зубы должны четко и правильно смыкаться, иметь выраженную анатомию и быть поддержкой для передней группы зубов. Отсюда и получается стоимость 20 зубов от 55 тысяч, соответственно, от 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ну что ж, это были топ-5 самых популярных вопросов, которые мне задают пациенты. Если у вас есть вопросы, которые мы не озвучили в этом видео, пишите их в комментариях, я обязательно все прочитаю и отвечу на каждый ваш вопрос.